Месяц кино и сериалов за 0 рублей в приложении Кинопоиск на Смарт-ТВ. Смотри любимые фильмы и сериалы с подпиской плюс мульти. Ищи промокод в описании и наслаждайся просмотром. Согласно господствующей на настоящий момент научной гипотезе, примерно 13,8 миллиарда лет назад грандиознейшее событие, названное Большим Взрывом, породило на свет нашу Вселенную. Вскоре после этого гравитационные волны невероятной силы сжали первичный газ в гигантские сгустки, а неумолимые силы притяжения зажгли термоядерный огонь в их глубинах, подарив Вселенной свет первых звезд. Эти же силы объединили светило в масштабные скопления, а затем в еще более сложные структуры колоссальных размеров. Спустя миллиарды лет одна из них стала колыбелью удивительного явления — жизни. И хотя человек пока еще не способен покинуть родную систему, он многое узнал о собственной галактике. Так что же нам уже известно о Млечном Пути? КОСМО КОСМО Первый космический Задолго до изобретения телескопа люди наблюдали светлую полосу, пересекающую небосвод. Прекрасное и таинственное явление породило множество легенд. Однако потребовались тысячи лет развития науки, чтобы объяснить его должным образом. Млечный Путь оказался не тропой богов, а рассеянным светом миллиардов звезд, слишком далеких, чтобы разглядеть каждую из них по отдельности. Мысль о том, что окружающие нас звезды могут быть частью единой структуры невероятных размеров, впервые высказал Эммануил Кант еще в 1755 году. Он же предположил, что некоторые туманности, открытые астрономами, могут представлять собой далекие скопления звезд, то есть иные галактики. Эта гениальная догадка опередила свое время и поначалу была отвергнута современниками философа. Лишь в начале 20 века развитие наблюдательной техники позволила подтвердить существование других галактик. А в 1936 Эдвин Хаббл создал их классификацию, многими положениями которой ученые пользуются до сих пор. Согласно этой системе, Млечный Путь относится к спиральным галактикам с перемычкой, хотя свой нынешний облик он обрел далеко не сразу. Наша галактика является сравнительно старой, ведь звезды в ее центральных шаровых скоплениях имеют возраст порядка 13 миллиардов лет, а большинство объектов тонкого диска появились на свет около 8,8 миллиарда лет назад. В то же время в отдельных участках Млечного Пути продолжается активное звездообразование, а значит, постоянно появляются молодые светила. Собранные данные указывают на то, что Млечный Путь является сравнительно крупной галактикой. Диаметр его диска достигает 200 тысяч световых лет, а Гало простирается значительно дальше в глубины космоса. Наша галактика содержит по меньшей мере 200 миллиардов разнообразных светил, а также от 25 до 100 миллиардов коричневых карликов. Кроме того, она включает в себя более триллиона планет и бесчисленное множество малых небесных тел, а также облака космической пыли и межзвездного газа, которые могут достигать гигантских размеров. При этом обычное вещество составляет лишь малую долю галактики. Около 90% общей массы Млечного Пути приходится на так называемую «темную материю». Эта загадочная, но широко распространенная в природе субстанция практически не излучает света, однако активно участвует в гравитационном взаимодействии. Несмотря на то, что большая часть галактической массы остается невидимой, мы все же можем ее рассчитать. Для этого исследователи используют траектории движения звезд вокруг центра Млечного Пути. Согласно произведенным расчетам, общая масса нашей галактики лежит в пределах от 0,8 до полутора триллионов солнечных. Млечный Путь имеет сложную структуру, и наше путешествие начнется с его центра. Эта область галактики окружена массивными облаками газа и пыли, однако благодаря счастливой случайности мы можем наблюдать за ней сквозь так называемое окно Бааде, участок космического пространства с пониженным содержанием пыли. Как и у большинства спиральных галактик, центр Млечного Пути занимает сверхмассивная черная дыра, окруженная аккреционным диском радиусом около трех световых лет. Она получила название «Стрелец А» со звездочкой и является ближайшим к нам космическим объектом данного класса. Ее масса составляет 4,3 миллиона солнечных. А радиус не превышает 16 миллионов километров, что втрое меньше орбиты Меркурия. Сперва данные о природе объекта в центре нашей галактики были получены в результате долгих наблюдений и тщательных расчетов. И лишь совсем недавно, 12 мая 2022 года, с помощью сети радиотелескопов EHT была получена фотография, подтвердившая прежние гипотезы. Окрестность центра галактики – очень густонаселенная область. В пределах трех световых лет от черной дыры уже обнаружено более 6 тысяч звезд, причем орбиты некоторых из них достаточно точно определены. Например, бело-голубое светило под названием «С-62» в своем движении по орбите приближается к черной дыре на минимальное расстояние в 17,8 астрономической единицы, достигая при этом скорости в 6,7% от световой. Траекторию перемещения столь быстрой звезды уже невозможно описать законами классической механики из-за релятивистских эффектов. Например, ось ее орбиты при каждом обороте смещается примерно на 75 угловых минут. Кроме того, пересекая эту часть космоса, мы можем заметить несколько крупных звездных скоплений общей массой около миллиона солнечных. А чуть дальше, на расстоянии около 200 световых лет с высокой долей вероятности, скрывается еще одна гигантская черная дыра, примерно в 100 тысяч раз массивнее Солнца. Дальнейшее движение позволит нам достигнуть центрального молекулярного облака. Области неправильной формы размером от 1600 до 1900 световых лет, общая масса которой превышает 60 миллионов солнечных. Здесь расположено множество звездных колыбелей и газовых туманностей, а также протозвезд и остатков сверхновых. Большая часть вещества облака представляет собой плотный водород, температура которого колеблется от 50 до 600 кельвинов, что соответствует диапазону от минус 223 до плюс 327 градусов Цельсия. Спектральный анализ показывает, что кроме водорода гигантская туманность содержит также угарный газ, метиловый спирт и синильную кислоту. Немного отлетев от центра Млечного Пути, мы сможем заметить, что он окружен балджем, ярким и массивным утолщением эллиптической формы. Его длина достигает 10 тысяч световых лет, а поперечный диаметр – около 7. Общая масса балджа составляет порядка 10 миллиардов солнечных, а точное количество звезд подсчитать крайне сложно из-за того, что их излучение сливается друг с другом. Благодаря вытянутой форме балдж образует так называемый бар – перемычку длиной около 13 тысяч световых лет, которая служит основанием для спиральных галактических рукавов. Именно здесь, на одном из его концов, можно обнаружить звездное скопление Стивенсен-2, содержащее крупнейшее светило, известное на настоящий момент. Оно носит название Стивенсен-2-дефис-18, а его радиус в 2150 раз превышает солнечный. К сожалению, вероятность обнаружить экзопланеты возле столь выдающегося объекта крайне мала. Если они когда-либо и существовали, гипергигант наверняка поглотил их в процессе расширения. Галактический центр включает в себя миллиарды светил, и, по всей видимости, огромное множество экзопланет. Однако вероятность встретить среди этого изобилия потенциально обитаемый мир гораздо ниже, чем в менее населенных областях галактики. Причина в том, что большое количество близких звезд дестабилизирует орбиты экзопланет, а их мощное излучение несет в себе губительную радиацию. Поэтому в галактике выделяют особую область, называемую зоной обитаемости. Она представляет собой кольцо радиусом от 22 до 29 тысяч световых лет и включает в себя звездные системы с наиболее благоприятными условиями для зарождения биологической жизни. Миры внутри этого кольца страдают от радиации, а за его пределами – от дефицита тяжелых элементов. Однако математическое моделирование показывает, что звезды внутри галактик могут мигрировать на расстоянии в тысячи световых лет, таким образом покидая зону обитаемости или пополняя ее. Следовательно, нахождение экзопланеты в пределах этой области еще не гарантирует благоприятные условия на ней. Если продолжить движение прочь от центра Млечного Пути, то мы сможем разглядеть самую впечатляющую его часть – галактический диск. Он состоит из двух компонентов с разными свойствами. Первый из них, так называемый тонкий диск, имеет толщину от 1000 до 1300 световых лет и видимый радиус порядка 50 тысяч световых лет. Далее он постепенно рассеивается, причем самые крайние его звезды удалены от галактического центра на расстояние до 100 тысяч световых лет. Эта часть Млечного Пути содержит около 80% видимой массы галактики и образовалась позднее прочих ее компонентов. Толстый же диск сравним с тонким по диаметру, но в четверо толще и гораздо более разряжен. Он состоит из старых звезд и почти не содержит межзвездного газа. Наблюдения за некоторыми светилами Млечного Пути в сочетании с математическим моделированием свидетельствуют о том, что в период с 11 до 8 миллиардов лет назад наша галактика поглотила другую. Эта гипотетическая космическая структура получила название Гайя-Энцелад. Считается, что она подарила Млечному Пути несколько миллиардов светил, а также огромное количество межзвездного газа и темной материи. Благодаря этому грандиозному событию сформировалась большая часть толстого диска нашей галактики, а дополнительный приток газа спровоцировал всплеск звездообразования. Несомненно, самыми заметными структурными элементами диска галактики являются спиральные рукава. Обычно выделяют два главных, которые носят имена Центавра и Персея, и два вторичных – Наугольника и Стрельца. Также иногда выделяют пятый большой рукав, названный в честь созвездия Лебедя. Галактические рукава – это области повышенной концентрации звезд. Также здесь сосредоточена большая часть межзвездного газа, благодаря которому в рукавах образуется в 3-5 раз больше молодых светил, чем в среднем по галактике. Первые миллионы лет своей жизни они проводят в рассеянных скоплениях. Однако сил гравитации недостаточно, чтобы продолжительное время удерживать звезды вместе. По этой причине скопления становятся нестабильными, и молодые светила постепенно удаляются друг от друга. Двигаясь вдоль рукава Стрельца, мы достигнем ответвления, соединяющего его с рукавом Персея. Длина этой звездной структуры достигает 11 тысяч световых лет, а ширина составляет примерно 3,5 тысячи световых лет. Ее называют рукавом Ориона. И именно здесь, на расстоянии в 27 тысяч световых лет от центра галактики расположена Солнечная система. Если обратить свой взгляд от нашей планеты к центру галактики, то можно увидеть темную бездну. Там расположен большой провал, закрывающий от нас существенную часть Млечного Пути. Эта область космического пространства наполнена массивными облаками межзвездной пыли и газа общей массой порядка 1 миллиона солнечных. Несмотря на то, что в оптическом диапазоне провал практически непрозрачен, его вещество активно излучает радиоволны и тепловую энергию. Согласно данным спектрального анализа, облака состоят в основном из водорода с небольшой долей более сложных соединений. Аммиака, спиртов и даже аминокислот. Предполагается, что Большой Провал — это потенциальный очаг звездообразования. Однако ближайшие светила вспыхнут в нем еще очень нескоро. Пока этого не произошло, мы отправимся дальше, за пределы галактического диска. Несмотря на то, что его яркие и заметные рукава привлекают много внимания, Млечный Путь не ограничен лишь этой областью. Внимательный взгляд позволит нам заметить наиболее обширную и при этом самую разреженную его составляющую — ГАЛО. Ее видимая часть имеет сферическую форму и простирается на расстояние до 260 тысяч световых лет от центра галактики, однако содержит лишь несколько процентов от ее общей массы. ГАЛО включает в себя множество шаровых скоплений, состоящих из очень старых светил возрастом более 12 миллиардов лет, а также несколько грандиозных звездных потоков. Например, поток Стрельца, сформированный несколькими тысячами звезд, охватывает нашу галактику вытянутым эллипсом, расположенным практически перпендикулярно главной плоскости. Моделирование показывает, что с высокой долей вероятности все эти светила были захвачены гравитационными силами Млечного Пути из карликовой галактики спутника под названием Sagittarius D.E.G. Она расположена в 50 тысячах световых лет от центра Млечного Пути и в течение нескольких миллиардов лет будет полностью поглощена им. Подобная судьба уже почти постигла другую карликовую галактику, что находится в созвездии Большого Пса. Млечный Путь практически разрушил ее, вытянув своей гравитацией миллионы звезд. Цепочка светил общей массы около 100 миллионов солнечных уже трижды обернулась вокруг нашей галактики, протянувшись на 200 тысяч световых лет и смешавшись с другими звездами. Кроме ярких, но редких звезд и скоплений, галло включает в себя огромное количество газа, температура которого достигает миллионов кельвин. Кроме того, предполагается, что в окрестностях Млечного Пути рассеяно большое количество темной материи, образующей так называемое темное галло. Простираясь на расстояние до двух миллионов световых лет, оно практически не испускает электромагнитного излучения и может быть обнаружено только по гравитационному взаимодействию. Тем не менее, темное галло вносит существенный вклад в глобальную устойчивость нашей галактики, оставаясь до сих пор неразгаданной загадкой. Млечный Путь — лишь одна из бесчисленного множества космических структур Вселенной. Вместе с другими галактиками она образует местную группу, а та, в свою очередь, входит в состав сверхскопления Девы. Галактические скопления объединяются в нити, а те — в еще более грандиозное образование. Космические масштабы настолько огромны, что с трудом воспринимаются человеческим разумом. Тем не менее, наши знания Вселенной становятся все более точными с каждым днем, а загадки мироздания открываются одна за одной. Такова сила человеческого разума и прогресса, и мы рады быть его частью. Ставьте лайк, если готовы покорять Вселенную вместе с космом. И... услышимся! Субтитры создавал DimaTorzok